Добрый день! Итак, у нас второй день, ещё утро, мы позавтракали и пошли на площадь Джексона, визитную карточку французского квартала. Муж мне перед отъездом напоминал, что не забудь посетить это место, помнишь, я тебе показывал картину в каком-то музее, что это вот из Нового Орлеана, обязательно зайти, как можно обойти площадь, если это визитная карточка города. И мы, конечно, пошли туда самый первый день, тем более, что это было от нас буквально в 10 минутах ходьбы. Она спроектирована по образу и подобию самой старой Парижской площади Вагезов, архитектором и ландшафтным дизайнером Луисом Пелье, является культурным и, естественно, историческим центром города. На ней находится собор Святого Ледовика и статуя седьмому президенту Соединенных Штатов Америки Эндрю Джексону. Именно в честь этой статуи площадь и приобрела это название. На площади играют музыканты, художники, продают картины, гадалки предсказывают будущее и на таро, и на ладонях, а через дорогу течет Миссисипи, и не случайно это было первое место, куда мы отправились утром первого же дня. Эта площадь была центром французской колонии. Здесь происходили важнейшие события в истории города, в частности, торжества в честь покупки Луизианы, а также площадь была местом казни преступников и провинившихся рабов. Часто после казни их головы демонстрировались на городских воротах. Перестроена она была, эта площадь, в середине XIX века в связи с сооружением памятника вот этому генералу Джексону. Границей площади с двух сторон служат здания Пантабла, это четырехэтажные здания из красного кирпича, длиной в один квартал, построенные архитектором Генри Харвардом и Джеймсом Галлиером, на первом этаже магазины, а на остальных квартиры, которые до сих пор остаются жилыми помещениями. Когда-то они принадлежали баронессе Микаэле Алманестер Пантабла, которая активно занималась бизнесом в зданиях края и полигетии, придумала строить многоквартирные дома с целью их сдавать. Говорят, что это самый старый квартирный комплекс в Америке, хотя некоторые историки с этим не согласны. По их версии, в съемные квартиры этот дом переделали только в 1930-х годах, а никак не в 1840-х. Также площадь успела и арсеналом послужить, и местом битвы. В далеком 1873 году армия повстанцев, которой командовал Джон МакКеннери, захватила здание администрации и оружейный склад. Причиной недовольства послужил выбор губернатора, который, по мнению демократической партии, прошли нечестно. Площадь Джексона стала местом многих фильмов, прямых телетрансляций и празднования канона Нового года. И эту площадь совершенно по-другому украшают на этот праздник. Но мы были летом, и тем не менее, площадь произвела на нас великолепное впечатление. И мы ее посетили еще разочек, второй раз перед нашей поездкой по Миссисипи. У нас было несколько минут, и мы пришли и просто посидели здесь, наслаждаясь прелестью и почти морского воздуха, и прелестью не только самого парка, на котором мы находились, но и, безусловно, собором Цветового Людовика, который является центром этой площади. Но я хочу про этот собор рассказать отдельно, потому что я очень много и с удовольствием снимала в этом соборе. Про это будет наш следующий ролик. А сегодня у нас второй день, 13 июня 1916 года. Мы слинусь в Новом Орлеане. Наслаждаемся этими прелестями. Надеюсь, что эти мои коротенькие ролики помогут вам не пропустить главных достопримечательностей города Нового Орлеана. Галя, ну вот здесь... А какая чистота и красота! Ну в соснах-то надо сняться. В смысле в соснах? Ну вот в этих-то пальмах. Ты представляешь, какая-то шикарная фотография. В соснах, да, в соснах. В соснах ты мой сладкий спортсмен, турист. А с вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.